Да, коллеги, добрый вечер. Ждем буквально еще немного. Я думаю, секунд 30 и начнем. Потому что, как говорится, семеро одного не ждут, а у нас сегодня человек 300 ожидается, потому что регистрация была около 400. Интерес огромный к этой теме. Так что, надеюсь, всем понравится, всем будет интересно. Спасибо. 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 Я, собственно, начну. Ну, как я уже сказал, меня зовут Иван Вахмянин. Меня все, наверное, знают в первую очередь как сооснователя компании Visiology российской BI-платформы. Это мы сделали в 2015 году, но я, на самом деле, еще до этого уже анализом данных занимался. То есть уже больше 10 лет точно этим занимаюсь, множество проектов сделано. И много еще занимался образовательных программ по управлению на основе данных, именно для руководителей, в частности, вот для Сколково школы управления, для университета Иннополис и для корпоративных университетов. Вот. Это такое, может, клад в сообщество. Вот. Вот. Но у меня, естественно, тоже есть очень много мыслей на тему вот и вопенсорсного и и корпоративного BI, но сегодня я их буду держать при себе, поскольку, как вы понимаете, я лицом заинтересованное. Вот. Поэтому я сегодня беру самоотвод и остаюсь непристрастным модератором. Но перед тем, как, собственно, это сделать, все-таки не могу вас оставить без минутки рекламы. И хочу напомнить, что Visiology – это наша российская BI-платформа, которая отличается тем, что у нее есть поддержка Microsoft DAX, то есть Power BI-ной формулы можно туда копировать и на основе их делать аналитику. Есть множество уже внедрений на российском рынке. Есть классное большое сообщество аналитиков, одно из крупнейших в России, из российских BI-платформ. И даже умный помощник VITOK GPT, который помогает и ETL писать, и даже запросы писать. В общем, делает все, чтобы разгрузить аналитика и дать ему, наконец, заниматься реальным анализом данных, а не какой-то рутинной. Вот. На этом я свое представление заканчиваю. Передаю слово Сергею Громову. Сергей. Так, все слышу. Опа. Уже сразу на середину. Уже сразу на середину презентации. Спойлер. Добрый вечер. Очень хороших, классных зарубежных систем, названия которых… А, ну вот они здесь на слайде есть. Этому посвящен там один наш сайт. После этого вы знаете, что мы делаем исследование круги Громова. Это, ну, мое имя оно только фигурирует, да, на самом деле там делает целая команда, порядка там 10 человек. Собственно, мы знаем очень много про российский BI. И, наконец-таки, нам интересна очень тема open-source BI, в которой мы тоже себя попробовали. Поэтому опыт есть во всем. И, да, сегодня буду рассказывать про open-source BI. Это свободно распространяемое ПО. Значит, ну, я хотел бы сразу сказать, что это такое, потому что вдруг присутствующие люди кто-то, может быть, не знает. Это программное обеспечение, которое поставляется для конечного пользователя с открытым исходным кодом. То есть приложение можно доработать под свои задачи без нарушения авторских прав исходного ПО. Ну, и там есть специальные типы лицензий. Собственно, они перечислены обычно там, где вы берете это ПО. Ну, и как основной там, один из основных моих постулатов, у меня их очень много на самом деле, но один из основных такой, что в нашем IT-мире можно делать все на всем, да. То есть любую задачу можно решить с помощью практически любого инструмента. Например, нашего любимого Excel. И, соответственно, но есть вот это вот open-source ПО. ПО – это не только BI-системы, это на самом деле целые архитектуры и для хранения данных, которые очень часто и много сейчас используются, и все внедрения сейчас идут на них. Например, Postgres SQL, да, там Greenplum какой-нибудь и так далее. Часто они называются там ванильными. Но это на самом деле любой софт можно найти вот в виде такой свободной лицензии. Так вот, отличительные особенности следующие. То есть, во-первых, есть большая, очень большая гибкость, да. Можно допилить все, что угодно, под что угодно. Это важно для больших компаний. Легче устранять уязвимости какие-то, да. То есть есть прозрачный код, есть аудит кода, но это, кстати, можно отнести к минусам, чуть позже скажу. В случае неработоспособности можно выявить, устранить проблему. Наш самый любимый пункт – это отсутствие вендорлока. Но, кстати, к справедливости ради можно добавить, что появляется программист-лог. Вот. Важнейший пункт – это отсутствие отчислений денежных средств за лицензии. То есть это важно для маленьких компаний. Вот, например, там в одном из кейсов эта история будет, да. То есть когда мы ни за что не платим. Также, помимо того, что вы перечислили деньги, это еще и бухгалтерский учет. То есть нужно там совершать всякие действия, вовремя проплачивать, вести учет, следить за то, чтобы вовремя оплатить и так далее. Устранение юридических рисков, отсутствие необходимости тщательно анализировать условия договора, там, точность его выполнения. То есть это тоже все на самом деле трудозатраты. Значит, также потребитель сразу получает полный функционал, который все время развивается. То есть не нужно выбирать между версиями. Дальше у свободного рынка, точнее у свободного ПО, у него нет рыночного давления. То есть коммерческие продукты, да, они находятся под неким давлением рынка, они вынуждены делать что-то в угоду рынку. И там достаточно часто выдают сырые результаты, лишь бы побыстрее выставить что-то на рынок. Вот, у свободного ПО такого вопроса нет. Значит, для России актуально отсутствие каких-то санкционных действий, да, то есть мы не попадаем под санкции, используя, ну, такое ПО, да, то есть прямой запрета никаких нет, перечисления денег. Значит, также, при всем уважении к Ивану, нет проблем в общении с компанией-вендором, да, то есть это тоже составляет какую-то историю. То есть заказчики вынуждены общаться с компанией-вендором, о чем-то договариваться, там, партнеры и так далее. Значит, ну, развитие продукта всем миром. Вот мы вчера тоже эту тему обсуждали в, там, неком небольшом комьюнити тоже, там, например, есть фанатики, которые тратят, в общем-то, рабочее время, и после этого коммитят туда вот это свободное ПО, то есть его там дорабатывают, улучшают, то есть, ну, ПО создается всем миром. Есть массовость использования, вполне себе большое количество специалистов. Значит, также есть массовый аудит кода, как бы меньше риск уязвимостей, но здесь я бы сказал так, что конкретно в бизнес-программном обеспечении, да, уязвимости, ну, в чем-то они не являются критическими, на мой взгляд. Ну, например, там одна из, там, моих интересов, это вот Иван знает, это, допустим, блокчейн, какие-то финансовые технологии. Вот там, допустим, на уязвимости, ну, то есть, код прям приходится аудировать. И это, кстати, ну, я бы, наверное, отнес к минусам, потому что код не надо писать, но его надо аудировать, да. Это вот, ну, я имею в виду, в жизненно важном ПО. Также хорошая локализация, учет национальных особенностей в разных странах. Это все есть в свободно распространяемом ПО. Значит, также существуют форки, да, то есть, форк – это какое-то ответвление. То есть, например, есть суперсет, и, допустим, какая-то компания начинает его развивать, делает вот ответвление, называется оно форк, и между этими форками можно достаточно легко переходить. Это тоже достаточно плюс. Значит, я, в принципе, наверное, больше… то есть, таких инструментов их много в BI, но основные – это вот суперсет, метабейс. Например, у суперсета есть хороший плюс – это хорошая интеграция с апачевской экосистемой, да, то есть, с ходупами там, ну и, в общем, всякая такая история. Теперь, справедливости ради, подскажу пару таких отрицательных моментов. Значит, это все-таки сложное внедрение, то есть, нужны хорошие специалисты, нужны хорошие девопсы, то есть, внедрение сложное, об этом поговорим позже. Отсутствие формальной поддержки – это тоже очень важный факт для крупных компаний. Они должны платить, они должны на кого-то перевешивать ответственность. Документация – ну, тоже, где-то она есть хорошая, а где-то, наоборот, ее нет. Обслуживание и обновление – этим придется заниматься самому клиенту, то есть, тот, кто выберет СПО, им придется самим следить за обслуживанием этого софта, за обновлением и так далее. И, конечно, один из вопросов – это вопросы совместимости интеграции. Вот, например, вчера задали вопрос, а что там с 1С? Я специально, значит, ну, во-первых, у нас есть какие-то проекты, где мы используем открытые компоненты в связке с 1С, но я эту тему развернул и понял, что в целом в экосистеме 1С огромное количество open-source компонентов на разные темы, ну, и в том числе, связанные с анализом данных. Ну, и, наконец, хотел пролистать еще пару кадров уже под конец, то есть, показать, что действительно эти решения вписаны в какую-то некую архитектуру. Это решение вкусвила, ну, оно такое широко известное. И, в принципе, сейчас все внедрения BI, они строятся вот на такой архитектуре. Также и внедрение российского BI, кстати, тоже строится на очень похожей архитектуре. Ну, тут какие-то технические параметры. Да, это все, конечно, можно оптимизировать. Ну, и, наконец, несколько слайдов просто показать, как это выглядит. То есть, это нормальный настоящий BI в том же абсолютно виде, как вы привыкли это видеть в пропитарных решениях. То есть, он ничем как бы не отличается. То есть, он красивый. Все. Если я правильно понял, то на этом мои слайды в этой области закончились. Ну, вот, наверное, я это и хотел сказать. Поэтому давайте переходить к кейсам, давайте послушаем Женю. Да, Сергей, спасибо. У Сергея, на самом деле, есть еще очень интересное сравнение, оценка такой по стоимости. Я думаю, многим будет интересно. В конце, если останется время, я думаю, вот обязательно надо будет показать. Так, Евгений. А, я ее хотел вначале показать. Но, если это сейчас не надо, то давайте в конце обязательно посмотрим, потому что именно это самая ценная часть моего выступления. Супер. Евгений, мне вывести твои слайды. Коллеги, всем добрый день. Да, можно вывести добрый день, добрый вечер. Ну, пока слайды выводятся, я сразу скажу пару слов относительно того, что Сергей нам представил очень много правильной... Начинаются дебаты. Да, очень много правильной, корректной информации. Ну, вот, в частности, последний слайд, например, по архитектуре Вкусвилла, да. Все хорошо, все отлично, но есть как бы одно но. Что Вкусвилла – это бывшая компания Избенка. Мы знаем, ее основал известный некий Андрей Кривенко, да. И следует не забывать, что он инфраструктуру строил сам. У него специализированное техническое образование из МФТИ, и изначально все свои системы он создавал сам, начиная с момента, когда не было Вкусвилла, была компания Избенка. И архитектуру все строил он сам. И это ключевой важный момент при использовании open-source. То есть вы должны обладать компетенцией создать архитектуру системы, придумать, как она будет в дальнейшем масштабироваться, и что из этого далее получится для того, чтобы, собственно говоря, используя бесплатные инструменты, у вас получилось что-то правильное, выверенное, очень хорошее. А так, давайте продолжим дальше. Еще раз представлюсь. Евгений Скребанов, я от лица компании Conson. Мы независимый частный интегратор. Последние 10-12 лет мы занимались проприетарным ПО, но в том числе участвовали в новом количестве проектов на open-source системах. Это были и проекты написания с нуля чего-то на Node.js, используя различные библиотеки, так, были и тельные проекты, используя различные Pentaho, Talent и прочее, пока это все было бесплатное, скажем так, да. Так и различные средства для визуализации данных, где-то что-то даже с нуля писали, создавали. То есть мне с двух сторон известно и использование проприетарного ПО, и open-source. Сегодня, соответственно, моя идея будет максимально представить все плюсы именно проприетарного ПО. Давайте тогда, может, к кейсам перейдем и начнем на основе кейсов и продолжим уже с дебатами. Я их чуть-чуть начал. Там, по-моему, второй слайдик или третий должен быть там с первым кейсом. Я присылал, посмотрите. Да, давайте. Мы сейчас двинемся. Сейчас мы переходим к кейсам. Я напомню, что кейсы, они из реальной жизни, хоть и там обезличенные. И сейчас у нас план такой. Я кейс представляю, рассказываю о компании, о ее задачах. На экран тоже уложу. А потом коллеги по очереди приводят свои аргументы. Давайте, коллеги, по пять минут, чтобы мы по времени писались. Чтобы у нас еще осталось время на обсуждения, на дебаты. И после вот этих вот аргументов я еще буду запускать голосовалку. Там будет такой QR-код на экране, ссылочка, и вы сможете зайти и проголосовать. Вот кто вас больше убедил, проприетарное ПО или open source. И посмотрим. Ну так, чисто для интереса. Так, ну что, давайте начнем. Три кейса у нас будет. Начнем, наверное, с небольшой относительно компании. Компания занимается производством мебели. Значит, различную домашнюю мебель. То есть и производит, и как торговый дом работает. Что важно. Компания очень быстро растущая. То есть у нее очень быстро выросла выручка. Но возникли, как это часто бывает, проблемы с эффективностью. То есть много куда вложились, много что полетело. Но вот именно точно понять, где эффективно, где неэффективно, где маржинальность высокая, где низкая, где зарабатываем, где теряем. Вот это уже стало сложно. И именно это, собственно, стало триггером для внедрения BI. Что касается автоматизации. Ну, автоматизация такая, прямо скажем, не стопроцентная. То есть есть 1С, есть какие-то Excel-формы, консолидация в Excel с какими-то ВБА-скриптами. Где-то 50 на 50 данные берутся оттуда и оттуда для руководителей. Ну и, естественно, у него руководство негатив, как это тоже часто бывает. Потому что эти цифры там от совещания к совещанию друг с другом не сходятся. Отчетность собирается по месяцу после закрытия квартала. Ну и, соответственно, это, в общем, никуда не годится. Поэтому, в общем, задача от руководства стоит так. Нужно автоматизировать отчетность, чтобы производственные финансовые показатели видеть по одинаково с собранными методиками, качественными, вовремя, быстро и так далее. Это вот потребность от руководства. Значит, операционный директор отдельно хочет как-то данные иметь возможность покрутить, чтобы найти возможности для оптимизации бизнеса. Ну и, на самом деле, значительный бюджет. Здесь руководство выделять на BI не особо готово. Ну, по крайней мере, пока не будет какого-то подтвержденного результата. Вот. Ну и что важно еще, IT-отдел компании небольшой. Вот тут написано 6 человек. Притом они же занимаются 1С в основном этим и поддержкой IT-инфраструктуры. То есть у них особо свободного времени, на самом деле. Вот. Ну, давайте начнем с Сергея. Вот. Сергей, что скажешь? Почему open-source должны они внедрить? Подготовлен слайд. На самом деле, конечно, сразу скажу, что, естественно, все ангажировано. Поэтому при всем уважении, конечно, очень тяжело защитить open-source в этом варианте. А куда слайд делся? На нем читать можно. Я его еще раз включу. Это мой слайд. Соответственно, основной аргумент, конечно, отсутствие затрат. То есть, грубо говоря, если директор не готов тратить деньги, и он своим аналитикам передал там право решения о том, что внедрить и как сделать, то они с помощью open-source в целом могут спокойно все сделать. Значит, какие могут быть проблемы? Ну, собственно, здесь все написано, что действительно абсолютно, ну, как сказать, грустно говорить, согласен с Евгением, но так как мы тут профессионалы, то действительно open-source, чтобы поддерживать, нужны грамотные, хорошие IT-специалисты с хорошим ресурсом. Поэтому если компания в состоянии держать таких специалистов в необходимом количестве, ну, все получится. Значит, в данном случае отдел компании небольшой, это будет неким блокером. Второй момент – это все-таки стыковка с 1С. То есть, в теории могут быть какие-то проблемы с интеграцией. Значит, с точки зрения обучения, тоже скорее блокер. Значит, я посмотрел в чате, что уже аудитория написала нам какие вопросы. И действительно тоже мы это уже обсуждали вчера, ну, просто была очень похожая, на самом деле, конференция, так случайно сложилась. И я говорил про две темы. Одна называется Data Governance, другая называется Data Literacy. Значит, одна история – это чтобы все-таки собрать хорошее хранилище данных. Ну, вот в данном случае, я не знаю, у меня тоже в моей жизни были кейсы, когда производители мебели строили хранилище данных. То есть, это означает, что они вполне могут себе это позволить, и в этом есть определенная ценность. Поэтому Data Governance – это про то, чтобы построить хорошую СУБД с правильными источниками, но это, конечно, деньги. И Data Literacy – это когда мы учим людей, собственно, использовать BI. Этим занимаются все вендоры и пропиетарные, и в целом все, кто хотят построить Data Driven компанию, то есть компанию с управлением на основе данных, обязательно нужно вкладываться в обучение сотрудников. Поэтому коллеги в чате написали, что есть большой порог входа по скиллам, обучение разработчиков, большие вложения. Да, все это есть. Все. А с точки зрения плана, как я сказал, все можно сделать на всем, и здесь не надо будет платить. Поэтому мой аргумент пока здесь один. Без первоначальных затрат. Для кого-то это будет важным аргументом. Окей, Сергей, спасибо. Евгений, сейчас выведу твой слайд. Что скажешь ты? У меня слайд попрощит, он просто, по сути, аргументы за и против, но я их более детально откомментирую сейчас. Соответственно, здесь за, собственно говоря, ПО, проприетарное. Первое. Небольшой IT-отдел. Мы помним, что просто так у нас энергия ниоткуда не берется и никуда не девается, она переходит из одного состояния в другое. Это же справедливо для open-source и проприетарного ПО. В первом случае некая распределенная команда тратила усилия на то, чтобы open-source создать. Во втором случае dedicated team, да, то есть кто-то, кто свою технологию развивает и вкладывает в нее свои компетенции, решения, и у этих решений появляется некая стоимость. Так вот, для компании, производителя мебели среднего объема, который растет с небольшим IT-отделом, проще всего именно купить готовое, полуготовое решение, нежели чем дополнительно нанимать каких-то сейчас людей и неизвестно, что с этими людьми будет дальше, на каких технологиях они впоследствии будут сидеть. В данном случае что они могут купить? Любой коннектор для сбора данных из 1С, какую-то ETL-систему или логином, к примеру, да, то есть я упомяну здесь этого вендора, он работает и с 1С, и с базами данных, и со всем. Итак, купили, настроили без программирования, собираем данные, получаем их, куда-то передаем, визуализируем, опять же, так, как заблагорассудится, в том числе даже средствами 1С-аналитики, если уж у компаний очень сжатые бюджеты и нужно что-то, хоть что-то получить, и довольно-таки быстро, не разбираясь там принципиально в новых технологиях или там дополнительных языках программирования. И это первое. Второе, проприетарные решения, как правило, строятся таким образом, как я сказал, в них заложена некая уже экспертиза, рыночный опыт, да, клиентов, решение различных кейсов, и на проприетарном ПО, по моему мнению, собрать правдивые данные проще с точки зрения скорости, то есть в единицу времени мы получим больший выхлоп. Здесь как раз наш кейс. Быстро получили предварительные результаты, компания оценила, что из себя представляет текущее мини-вредрение, мини-пилотный проект, скажем так, и может дальше его масштабировать. Против open source, здесь вот, собственно говоря, все перечислено, я уже немножко упомянул, опять же, во-первых, небольшой IT-отдел, его нужно расширять, но чтобы расширять, нужно придумать тогда как, что это за люди будут, в каких языках программированы, какую мы технологию open source выберем из огромного тоже, опять же, количества, по каким критериям мы будем это выбирать, будут ли там кейсы референсные, у кого мы можем спросить, то и как внедрял и так далее. Дальше. Работает ли с 1С, с нашей русской, православной 1С? Можно ли тут нормальные данные забирать? Да, нет, к примеру, да? Или чего это нам будет стоить? Решений много, есть и open source, каких угодно, да? Но самый главный аргумент, что быстро на open source для такого текущего кейса не получить внятный результат в короткий промежуток времени, который можно представить, защитить и далее масштабировать. Ну, и плюс, да, архитектура решения, здесь это всегда у меня будет везде, во всех кейсах, кто-то должен будет придумать, как этот софт будет работать. И нельзя будет просто так взять, например, на картинку вкусовила посмотреть или на какую-то другую, потому что разный объем данных, разный масштаб компаний, разные бизнес-процессы. И нельзя просто взять и скопировать архитектуру одного решения и применить к себе один к одному. То есть кто-то должен будет это все равно сделать, и это опять деньги. Супер, Евгений, спасибо. У меня уже много аргументов. Извинись, Сергей, да. Конечно. Вот сейчас как раз у нас есть время подебатировать, пообсуждать. Я вот на экран выбил голосовалку, там есть ссылка или QR-код, можно там с телефона зайти или как угодно и, соответственно, проголосовать. А пока давайте пообсуждаем. Вот у меня такой наводящий вопрос есть. Вот мы сейчас в обсуждении, вот во всех ваших аргументах, ставили равенство, знак равенства между open-source и бесплатной, и проприетарной, и платной. Но ведь на самом деле есть вроде как и у вендоров какие-то бесплатные версии, а с другой стороны у open-source, как правило, есть какие-то там, есть комьюнити-версии бесплатные, а есть еще какая-то там, ну типа продвинутая, которая платная. Вот это как-то влияет на то, как вы с этим кейсом обошлись бы? Ну, смотрите, да, я вступлюсь, потому что хочется поговорить. Вот, значит, ну, отвечу на вопрос Ивана. Значит, у вендоров все бесплатное – это фактически тот же open-source. То есть его неважно где взять. Можно взять у вендора, можно взять не у вендора. То есть все бесплатное – это аналоги open-source. И не аналоги, точнее, а этот самый open-source и есть. Значит, обратная ситуация. Вот задали вопрос в чате, на самом деле, хороший. Когда продают open-source с поддержкой, это пропиетарный или это open-source? Значит, это уже, я считаю, пропиетарный, потому что кто-то взял на себя ответственность. Вот, кто-то взял на себя ответственность. Соответственно, ну, отлично. То есть как бы если, ну, например, та же Arena Data или тот же Postgres Professional, ну, все знают, что это сборка просто open-source ПО. Но они, во-первых, сделали добавленную стоимость, там, дописали что-то свое, там, коннекторы все там скомпоновали в бандлы. Во-вторых, они берут ответственность за поддержку. Поэтому, да, это уже становится пропиетарным. Ну, и про Евгения. Значит, Евгений начал доклад с того, что сказал, что и там, и там разрабатывали люди. Просто в одном случае они решили за это брать деньги, а в другом случае они просто это отдали. Так вот, смысл такой. Тогда при чем тут аргумент? Если и то, и то разрабатывают люди, какая разница, чего взять? Можно, ну, тогда давайте брать то, за что не платить. Потому что реально-то люди делали одно и то же. Здесь я тебе могу очень мощно оппонировать. Ты упоминал термин, например, Data Literacy про вчерашнюю конференцию. Да. А кто у нас вообще, в принципе, был драйвером и термин Data Literacy? Были. Это как раз про производителя софта. Да, и получается, оптенсорсные производители. Конечно. Но они их смотрят и догоняют. Ты абсолютно прав. Они это сделали только для того, чтобы продавать свой продукт. Собственно, очень логично, все правильно. Они развивают сообщество для того, чтобы просто что-то ему потом продать. Абсолютно правильно. Я полностью их поддерживаю. Значит, я закончу тут буквально еще две строчки. И все, передаю дальше слово. Значит, также я хочу отметить, что многочисленные российские BI, они строятся на той же самой архитектуре, которую придется разворачивать либо для опенсорсного BI, либо все-таки для российского BI. Значит, я знаю несколько процентов российского BI, который не является какими-то сборками. Да, Иван правильно машет, потому что тут как бы респект, что люди вложились и сами что-то там закодили, и потом за это получают абсолютно честно деньги. То есть не все фанатики, не все готовы выкладывать все в опенсорс. То есть и это нормально, если есть свои ноу-хау. Но, тем не менее, большинство российского BI будут требовать создания ровно такой же архитектуры данных. Поэтому разницы вы не заметите. Про иностранные BI тут полностью с вами согласен. Да, конечно, какой-нибудь там незабвенный клик, у него свой ETL суперклассный, у него там все-все-все-все. Но только клик сейчас не купить, а если купить, то в три дорога. Соответственно, поэтому тоже аргумент не засчитан. Такую архитектуру вам придется делать. И все, последний момент. Это Евгений сказал, что это все дело не скопировать вот эту архитектуру, которая была во вкусвилле. Так вот я вам скажу, что большинство архитектур... Сергей, я сказал, что ее нельзя просто так взять и один компьютер применить. Да. Так вот я скажу, что на самом деле ее архитектура типичного решения при внедрении BI в какой-то условно-средней компании, она всегда очень похожа. Очень. То есть фактически мы можем взять вкусвилл, поставить вместо там друида, который обладает определенными особенностями, и он там зачем-то нужен. Если что, читайте там с УБД круг Громова, зачем это нужно. То, если вместо друида поставить кликхаус, получится русский BI. То есть фактически архитектура у всех одинаковая. Там шедулеры, TL, кликхаус, сверху визуал. Вот и вся история. Поэтому на самом деле архитектура будет одинаковой. И то, что сейчас это первый год всплеска, и то, что все сейчас первый год притираются к этой архитектуре. Я думаю, пройдет 3-4 года, появится куча специалистов, для которых это будет супертиповая архитектура. И все. Последний момент. Мое предложение в таком случае. Давайте сделаем просто типовую архитектуру, которую везде будем накатывать. Все. То есть сделаем типовую сборку и будем ее везде накатывать за копейки. Все. Я все высказал. Передаю слово. Сергей, так это получится Громов-Биаль? Как ты его сможешь в своем же круге беспристрастно рассмотреть? Он будет, конечно, уже не беспристрастно. Ну, видишь, Гартнер-то почему-то не делает Гартнер-Биай. Не знаю почему, но не знаю. Честно скажу, не знаю. Наверное, вложились. Я буду, значит, вкладывать деньги во всех наших российских вендоров. Ох, знали бы вы, как сложно не высказать свое мнение на этот счет, но назвался модератором. Остаюсь модератором. Евгений, что-то добавишь еще? А то как бы проприетарный Биай судя по результатам голосования надо спасать в этой компании. Там шесть IT-щиков. Смотри, кейсом номер один я абсолютно уверен, что здесь только проприетарное ПО. Тысяча таких кейсов было от небольших компаний. Небольших, я имею в виду, относительно штата, да? После у них могут быть хорошие обороты, большие объемы данных. И не получится у них нормальный, хороший бизнес-эффект получить и не получится создать такой тул, который отполирует их бизнес с нуля, если они не обладают этими компетенциями и знаниями. То есть где-то кому-то придется все равно заплатить, кто расскажет, как это делать. Например, Сергею Громову. Он придет и скажет, у нас уже там 100 проектов есть. Денушка такая-то, вот, да, мы вам все сделаем. Плюс вы себе еще в штат должны нанять того, кто будет хранилище пилить, того, кто будет там на суперсете или на чем-то еще все это связывать данные, загружать, подгружать. И плюс это все будет еще и визуализировать, кто-то должен будет это делать. И опять же, нужно посчитать cost of ownership, стоимость владения. И скорее всего, я больше чем уверен, open source здесь проиграет. именно в текущем конкретном кейсе. Проще купить что-то готовое. Готовых вариантов много. Они стоят относительно недорого для такого объема компании. А еще можно попросить триал на несколько месяцев у вендора, попросить помочь сделать. И все это, как правило, будет за очень низкую стоимость организовано. Но клиент уже убедится, посчитает, возьмет этот пилотный проект как некую константу, поймет бюджет будущего внедрения. С open source все не так очевидно и не так конкретно. Ну и плюс за open source все-таки нужно будет действительно за поддержку все-таки платить где-то. Либо кому-то, либо самим тратить свои ресурсы, но платить придется. Супер, Евгений, спасибо. Ну что, наш разминочный кейс завершился практически равным. Голоса разделились примерно 50 на 50. Ну что, давайте к более сложному тогда перейдем. Так, сейчас я запущу следующий кейс. И следующий кейс у нас будет не совсем стандартная история. Значит, у нас будет следующий кейс это B2B Marketplace строительных материалов и услуг. То есть, это как бы такая... Так, сейчас, секунду. Так, вот. Значит, это компания, которая создает Marketplace. Ну, сейчас Marketplace это модно, развивается эта ниша быстро. В общем, там поставщики строительных материалов и услуг могут свои услуги и товары предложить конечным пользователям. Либо покупателям или строительным компаниям. Значит, команда разработки у коллег с высокой квалификацией, но, на самом деле, команда, как вы понимаете, всегда сильно загружена и огромный роудмэп и бэклог всегда имеет, как всегда в таких компаниях. Значит, EBI там нужен, на самом деле, не для внутренней аналитики, а BI там нужен в качестве такого портала с надслуживанием для поставщиков и потребителей. То есть, поставщик должен зайти в свой личный кабинет и посмотреть, например, как менялись цены на такие-то товары, на такие-то услуги, а сколько он заработал, сколько его товаров лежат на складе до того, как их заберут, ну и так далее. То есть, именно внутренняя аналитика. А потребителям важно посмотреть именно тоже, как менялась цена, как менялась доступность, сколько поставщиков по той или иной позиции, стало больше, меньше, ну и так далее. Вот. И что здесь важно, это большое количество пользователей. То есть, поставщиков там будет от 3 до 9 тысяч, потребителей до 150 тысяч, ну хотя понятно, что, конечно, большинство из этих потребителей никакую аналитику смотреть не будут, просто зайдут, что-то купят и уйдут. Вот. Но при этом, и при этом задача внутренней аналитики, то есть, это как вторая задача, она тоже, в общем-то, есть, она номер два в этой истории, но это чаще такая вот именно аналитика-аналитика. То есть, это какие-то нерегламентированные запросы, вот, покрутим, посмотрим, изучим и так далее. и часть, ну, часть обычной отчетность, которая регулярно смотреть. И, в принципе, сейчас это уже делается, там пишут какие-то, кто-то пишет запросы, кто-то выгружает в Excel, кто-то потом это переделывает в PowerPoint, в общем, как обычно. Вот, вот такой вот, коллеги, кейс у нас. Ну, еще раз, задача вот по аналитическому порталу самообслуживания, она номер один. Вот, я сейчас переключу голосовалку, и уже можно будет начинать голосовать, а результат покажем чуть попозже. Так, Евгений, наверное, давай, я буду первый. Давай, Евгений первый, по очереди будем, чтобы было честно. Сейчас тогда выведу слайд. Так. Ну, пока он выводит, а я тогда начну. В принципе, кейс известен, то есть кейс звучит, как портальное решение для большого количества пользователей. И для какой-то группы из этих пользователей должна быть еще некая кастомизация KPI-ов, дэшбордов или чего они, собственно говоря, будут смотреть. И в принципе, в таких кейсах набор пользователей делится на несколько основных типовых ролей. Это те, кто входят в личный кабинет и имеют кастомизированные дэшборды. То есть, это, как правило, крупные поставщики, крупные селлеры на маркетплейсах. Те, кто будет просто заходить и смотреть, опять же, но предусмотренную базовую для них аналитику и оставшиеся две группы, те, кто будет просто получать какие-то отчеты из системы, то есть подписка на отчеты, Excel-ка приходит, PDF-ка или что-то еще, и те, кто вообще никогда смотреть не будет. То есть, можно сказать, некий пул миноритария. Такой кейс решается, опять же, на практике, если посмотреть в рынок, двумя способами, проприетарное ПО и опенсорсное ПО. Здесь я сразу отрицать не буду, и то, и другое работает, и там, и там есть успешные кейсы. Почему? Потому что маркетплейс большой, оборот большой, штат IT-специалистов у них большой, они, в принципе, могут себе позволить придумать и опенсорс, и проприетарное ПО, и гибрид. Но, опять же, я здесь защищаю проприетарное ПО, я бы на нем и остановился. И мне известен отличнейший кейс в нашем, в одном из российских федеральных телекомов, где вот ровно этот кейс, как здесь вот, предусмотрен, кейс номер два, реализован на одной известной платформе, не буду ее называть. И, собственно говоря, почему так делается? Во-первых, они существенно экономят на ITL. Это вот первая строчка, большой IT-отдел, можно развивать селс-сервис и потоки данных. Под потоками данных я имею в виду быстрая скорость разработки ITL-процедур, то есть быстрая скорость получения данных. В первую очередь здесь важны данные, причем разбитые по доступам, по всему остальному и так далее. Далее реализуется некое глобальное хранилище, откуда эти все данные черпаются. Быстрый ITL позволяет, быстрая разработка ITL позволяет хранилище наполнять, неважно на чем опять же это хранилище реализовано, а пользователям предоставляется конечным пользователям некий аналог селс-сервиса. Вот они заходят, видят набор данных, набор компонентов, сами выбирают все, что им нужно, либо под них опять же вендор в данном случае это marketplace строит свои бешборды. Ну и рассылка отчетов в большинстве проприотарного ПО это предусмотрено и поддерживаются на уровне Active Directory и всего остального и так далее. И самое главное, такой проект, он не является маленьким, он довольно крупный и сложный по всем параметрам. И здесь же опять же есть поддержка вендора. Можно пригласить архитекторов от вендора, разработчиков, консультантов, либо специалистов с рынка, которые гарантированно умеют это делать и у них были большие проекты, и получить хороший результат в довольно-таки короткие сроки. И подобный кейс, кроме телекома, реализованных в ряде крупнейших российских банков и в принципе много где, но кто-то все равно делает это на open source. В силу того, что опять же большой IT-отдел, это аргумент одновременно здесь за и против, большой IT-отдел, значит у них есть ресурс, который они могут использовать для того или иного вида систем. Потом, опять же, против open source платная поддержка, ее в любом случае нужно покупать, в противном случае начинается бесконечный поиск решений, стак, оверфлоу, все остальное, прочее, 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 прочее. И опять же, необходимо поддерживать архитектуру решения и штат, обладающий компетенцией. И не просто штат, обладающий компетенцией, а нужно внутри компании, используя open source, создать центр экспертизы, который будет владеть этим продуктом полностью. И что бы ни случилось, какие бы люди не уходили, этот продукт будет оставаться жизнеспособным, и его дальнейшее развитие, разработка должно происходить без сбоев и простоев. И получается, что мы должны, будем в любом случае, уже имея большой штат и отдел, его расширять. Причем расширять в том числе еще различными компетенциями разных уровней. Junior, middle, senior, product owner по pipeline, чему-то еще по визуализации, по аналитике, по встраиваемости в портал и так далее. То есть, поддерживать будет большое количество человек. По фото это можно вычтеть, это очень-очень много денег будет. Проще взять и купить системы, которые созданы для этого. Может быть, аргумент против проприетарного по стиле один пользователь стоит, ну, условно, допустим, 10 тысяч рублей, а у нас тут 150 тысяч пользователей. Перемножим, получаем большую сумму денег. Отлично, у вендоров всегда есть предложение установки на сервер, к примеру, на ядро, без ограничения количества пользователей. Вот, ставится такой сервер, ставится там, на него накручиваются ядра, подключается какое угодно количество тысяч пользователей. Тем более, пользователи подключаются не одновременно, а распределенного времени. Комментарий примерно такой. Окей, спасибо. У тебя вот еще есть секунд 30, вот к чате задали вопрос, а что в open source плохой селф-сервис? Ну, потому что плюсы. А в open source селф-сервиса практически нет. Он появляется тогда, когда вы на 99% сделали, собственно говоря, весь проект. Получили данные проэтелили их, их разбили, распределили, вот они у вас там появились. И вот только на уровне визуализации, когда вы строите диаграмму, там вот что-то появляется, связанное с терминологией именно селф-сервис. Это раз, два, open source, назовем их BI-системы или визуализаторы, как правило, не работают со связанными датасетами еще, а у пропоритарных систем есть вполне меняемые, нормальные, связанные датасеты, когда мы на данные можем смотреть не как на одну какую-то таблицу, а как на набор данных, которые между собой пересекаются. Я не говорю про клик, я говорю в принципе, что такое существует, есть лидеры рынка, и не будет опосредованного анализа отдельных табличек, красиво визуализированных, а будет единая целостная система, структура, хранилища, которая будет выполнять в том числе не только роль передачи отчетов внешним пользователям, а в том числе как один из источников данных для внутреннего BI, для внутренних же пользователей уже самого маркетплейса. Слушай, Евгений, пока не закончился, подожди, Иван, пока не закончился еще вопрос такой микро от меня, я просто вот про связанные датасеты не очень понял, вот здесь как бы Рустам прокомментировал, что это какая-то видимо известная тема, а можешь еще раз подсказать, ну какой-то кейс там, я не знаю, что такое, что ты имеешь под словом связанные датасеты? Смотри, у нас есть разные типы хранения данных, звездочки, там, сноуфлейки, просто таблицы и так далее. 90% из 100 всех проектов сейчас опенсорсных, когда мы выходим на уровень дешборда, этот дешборд, по сути, все диаграммы в нем, все показатели, это, как правило, 1, 2, 3 таблицы и независимых друг от друга, то есть они никак между собой не пересекаются, а это может быть 1, 2, 3 таблицы фактов и делая выборки в одной таблице, мы никак не влияем на другую, либо мы это должны зашивать, то есть функционал должны этот предусматривать, как данные будут у нас между собой связаны. если посмотрите опенсорсные системы... Ты имеешь в виду, что в одном объекте выбрало, а в другом не перестроилось? Это базовая косметрация, но я больше про данные, про сами, да, то есть когда у нас есть модель данных какая-то, не каждая опенсорсная биосистема работает именно с моделью данных, чаще всего все равно работает просто с таблицей. Смотри, здесь я сразу отвечу, что на самом деле я вот когда с коллегами мы прорабатывали всю эту тему и уходили действительно вот с нашего с тобой любимого инструмента, мои технические коллеги, которые реализуют там большую часть наших проектов, они сказали, что да, действительно, работать просто по-другому, но все, что вот бизнес-задачи все закрываем и да, чуть-чуть по-другому работаем. Да, там нет вот такого вот функционала, но типа он и не нужен, то есть это у нас в голове, это осталось легоси от того прекрасного инструмента, а как бы, ну, грубо говоря, в другом инструменте, ну, да, чуть-чуть по-другому, да, там надо предусмотреть, но это как бы не является каким-то блокером или большой проблемой. Да, но ключевое слово, ты правильно сказал, да, надо предусмотреть, во-первых, надо это предусмотреть и, соответственно, сделать, а это уже опять косты, то есть стоимость. Ну, любое решение надо делать умно, даже самое хорошее, его надо тоже очень умно готовить, и это большая боль, что вот, я могу говорить, или... Я пока замолкаю. Иван, там ты что-то говоришь или я говорю? Нет, я говорю, что мы все ждем тебя, чем же ты ответишь, Евгений. Да, значит, ну, конечно, этот кейс, большое спасибо Ивану за то, что он его вставил, это было специально, чтобы приободрить меня и наше голосование попробовать повернуть в сторону опенсорса, на самом деле, я очень рад, что предыдущее голосование было даже почти ровное, потому что это означает, что у нас демократия, как в Америке, две партии борются и там за один процент, и, ну, конечно, мне странно, в прошлом кейсе, конечно, ну, там, надо что-то такое брать, дешевое, но за деньги. Значит, этот кейс, он точно про опенсорс, коллеги. Значит, на самом деле, как подтвердил Евгений и я вам стопроцентно говорю, это абсолютно типовая задача. К нам за десятки лет работы, к нам приходили совершенно неоднократно клиенты с этим кейсом. То есть, есть какая-то компания, любая, и ей нужно предоставить аналитику своим там, я не знаю, клиентам, партнерам, подрядчикам, любое слово выберите. То есть, по сути, мы что-то делаем, но мы хотим показать вот анализ там своих внутренних данных кому-то наружу. Значит, к нам приходили с этим кейсом постоянно, каждый месяц приходят люди и серьезные. У пропиетарных ПО раньше, значит, ну, начнем с того, что там надо купить одну лицензию на каждого человека. Это огромные деньги. И я вам скажу, ни разу не покупали пропиетарное ПО. Ни разу за 13 лет практики. Значит, Евгений называл компании, там, я надеюсь, Евгений нам напишет в чат эту секретную информацию или там произнесет устно, но в моей практике ни разу этого не было. Значит, что было? Была государственная компания, которой выделили деньги, она с бешеными скидками купила клик. Это государственная компания в Казахстане. Анализ закупок делал партнер клика компания Datonomics Виталий. Значит, в чем там прикол? В том, что там нет, то есть там анонимные пользователи, то есть там может хоть миллион их зайти. Значит, лицензирование по ядрам его не было никогда в жизни. Значит, у Табло, оно раньше было, его отменили, то есть просто его отменили. Да, несколько компаний в России купил, это, например, окей, там, ну, окей уже нет. У клика такая лицензия была тоже, но ее никому не продавали в России. Ее продавали под АЕМ Партнерство там несколько раз. Значит, нормальным клиентам ее никогда не продавали. Наконец, в последний момент, за деньги, там была действительно специальная лицензия для такого типа задач, но она стоила очень дорого. Поэтому, конечно, этот кейс, это однозначно СПО. Значит, да, там есть, у них там IT-штат, предположим, конечно, они поднимут и накодят. И я вам расскажу пару интересных моментов. один момент, как обычно, из жизни. Значит, вот я пользователям АСРМ, если, ну, уверен, что из нашей аудитории, уважаемой публики, тоже есть люди, которые с АМАСРМ работают. Значит, просто посмотрите модуль аналитики там. Он написан на СПО, я уверен, то есть, явно писали сами. Я вынужден был, конечно, поставить проприетарную, уважаемую систему для того, чтобы анализировать потом данные. Но, ну, вот вы представляете, сколько пользователей у АМАСРМ, ну, например, там 2000, ой, 2 миллиона, допустим, или 3 миллиона, там, я не знаю. Конечно, они все заходят периодически в эту аналитику. Поэтому, для такой компании только СПО, они сделают это бесплатно. Сколько это будет стоить денег, я не знаю. Теперь, второй аргумент. То есть, этот интересный момент про свое, про АМАСРМ, про боль. Я рассказал, чтобы сказать, что место проприетарному там тоже есть. То есть, действительно, хорошо сделать личный кабинет с аналитикой на СПО не получается. Но зато это, ну, бесплатно, я имею в виду, с точки зрения хотя бы лицензионной. Понятно, что тогда, там, команда, знания и так далее. Но все делают это на СПО. То есть, там тот же Ростелеком, там, да, в кого угодно возьмите. И, наконец, еще один бомбический аргумент в пользу СПО. Значит, если раньше мы рассматривали, как IT-отдел и вот эту аналитику для личного кабинета, как средство затрат, то есть, мы просто должны в рамках нашей цены там продукта предоставить вот этот вот блок аналитики, он должен быть как бы априори. То в данном случае, если мы сами написали его на СПО, то мы можем его сделать центром прибыли, потому что мы можем это продавать еще. Например, при каких-то кейсах. Могу сказать секретную информацию, что однажды меня приглашали в Ростелеком именно этим и заниматься. Они сказали, что надо вот из той аналитики, которая у нас есть, а она есть в каждом чеке у каждого человека в России, там 140 миллионов, то есть все за что-то платят Ростелекому. Они говорят, давай мы туда аналитику запихнем какую-нибудь и будем ее продавать. Там с каждого по копейке уже просто миллиарды, триллиарды. Вот. Поэтому это бомбический аргумент и, собственно, первый аргумент, что не надо платить за лицензии, а, между прочим, вот мой расчет, как я сказал, это самое интересное. И в чате, кстати, уже попросили, сказали, ну-ка, сделай сравнение. И я его уже сделал, то есть оно уже зашито в презентации. Я надеюсь, время и хватит его показать. Так вот, на долгой перспективе то, что Евгений говорит, что это будет использование пропиетарного дешевле, вранье, все, точка, сори, извиняюсь, что перешел на личности, но это вранье. Мой расчет я вам покажу в этой презентации, и на долгой перспективе СПО будет дешевле. Да, конечно, вы будете зависеть от программистов, да, вам нужно документировать очень тщательно этот проект и так далее. Но платить не будете. Но, может, лучше платить. Ну, не знаю, наверное, я, наверное, все сказал. То есть, я хотел, в общем, высказать, что в этом кейсе основная проблема количество пользователей. И ни у каких пропиетарных систем нет предложения по лицензированию такого типа решений. просто нет и все. Точка. Его просто нет. У больших систем оно там было, но оно было не рыночным. То есть, его на рынке никто ни разу не купил. У нас было заходов к нам ну точно больше сотни с такими кейсами. Ни одно не продали. Просто, как только они слышат, что за каждого пользователя надо заплатить, все, отваливаются. Лицензии по ядрам не работают, не помогают. Да, в каких-то случаях каких-то IT-интеграторов, наверное, какие-то BI-системы пропиетарные могут там. Я знаю, что в целом есть, да, для АЕМ как бы решений. Возможно, это может быть сработанным. Но всем остальным придется платить. Поэтому все используют SPO и все. Есть команда, используем. Все, извиняюсь, что повторился. Сергей, спасибо. Ну, собственно, вот если на результаты голосования посмотреть, то перевес действительно в сторону Open Source BI, хотя, кстати, не такой радикальный, как я думал, потому что, ну, конечно, вот эта вот история про количество пользователей, она влияет. Вот. И про прайсинг. Ну, действительно, вот я могу сказать, что у больших вендоров, во-первых, у Microsoft сейчас есть такой прайсинг, насколько я знаю. Вот. а у клика и насколько я, опять же, ну, давайте, это слухи, вы, наверное, лучше меня клик знаете, но вроде как на такие большие объемы они вроде как давали очень хорошие скидки, если понимали, что из этих там 150 тысяч одновременно максимум там 500 будет заходить. Вот. Может быть. Но вот просто своим опытом поделюсь. У нас, конечно, единичные такие запросы, но мы вот под них кастомный прайсинг даем. Вот. То есть это можно обсудить. Но, опять же, это, конечно, единичные. Значительно чаще я вот слышу историю про сейчас разработаем и будем продавать. Но вот тут вот я скажу, что я, конечно, и слышал это очень много в уважаемых крупных организациях, а вот как бы реализованного еще не видел ни разу. Если есть такие кейсы, может, и поделитесь, будет прикольно. Реализованное это AMA CRM, модуль аналитика. Я его смотрю периодически, но я в нем не работаю вообще, у меня своя система стоит. Вот. Я сапожник с сапогами «Пожалуйста, AMA CRM, если вы пользуетесь, пожалуйста, тот же Salesforce, в котором все BI крутые используют тоже. Там все есть модули аналитики. В любой системе, которую используем, в любой ERP, везде есть модули аналитики и так далее. Поэтому в общем, этот кейс. Коллега, я предлагаю тогда перейти к следующему кейсу сразу. Про клик и лицензирование. Иван, ты просто не знаешь цен и ты не представляешь, что значит скидки. Там я покажу потом цену на 500 пользователей и вы все просто в осадок выпадете как бы. Вот. А про 15 тысяч и у Microsoft это что, имеешь в виду премиум, что ли, их? Ну, так премиум, ты знаешь, сколько он может потянуть людей? Ты знаешь, сколько премиумов надо купить, чтобы 5 тысяч, ну, 5 тысяч там справиться, а чтоб 15, а чтоб 100 тысяч? Ну, кстати, с этим там проблем нет. Там есть инстансы разных вот этих типов от P1 и P5 и они вполне себе тянут. Особенно надо же понимать, что вот в этих кейсах маркетплейсов нагрузка по одновременным пользователям будет мизерной по сравнению с количеством именных. Ну, как бы, нагрузка, она же бывает следующим образом. Это как в госуслугах. Ты записываешь своего ребенка в школу и 1 сентября, точнее, 29 августа, все мамы заходят на госуслуги и начинают что-то делать. Госуслуги падают и поднимается лютый вой. Хотя на самом деле, да, действительно, госуслугами с этой услугой там никогда не пользуются, кроме 29 августа. И тут вот вопрос, да, хотят ли вот эти вот товарищи с маркетплейса, ну, допустим, если им нормально один день воя, то это ок. А если, допустим, это чаще или ненормально, и если это критически важная задача для бизнеса, то не ок. Я, например, слышал очень много кейсов внедрения BI, где требования по SLA были настолько большие, что я просто приходил к клиентам и спрашивал, а зачем вообще? Ну, зачем? Ну, упадет у вас там этот BI, чего вы там реально день не проживете? А они готовы платить и почему-то делают это. Я, честно сказать, я в шоке. Ой, слушай, это вообще такая боль, давай про это не будем, а то совсем в другую сторону уйдем. я предлагаю перейти к следующему кейсу. Мы немножко из регламента выбились. Давайте сейчас остановлю показ и покажу кейс номер 3. Значит, подведем, ну, пока я буду открывать, но, в общем, подведем итог, что во втором кейсе OpenSource BI победил, хотя не с таким уж прям разгромным счетом, но, прям, скажем, одержал очень и очень уверенную победу. Так, покажем кейс номер 3. Значит, кейс номер 3 это банк. Кейс номер 3 это банк, причем входит аж в топ-20. Ну, то есть, не с Бернией Тинькофф, там, ну, то есть, не топ-5, безусловно, не ВТБ, значит, но входит в топ-20, то есть, достаточно крупный. В основном он работает с точки зрения развития, у него фокус на потребительских сервисах, на, собственно, всех сейчас банки стараются как-то конкурировать в этом направлении. Значит, с фокусом на финтех, но не только. Есть, конечно, своя команда IT-разработки, причем большая, в виде зачерной компании, 100 человек. Значит, есть, естественно, автоматизированная регулярная отчетность уже, потому что это требования регулятора. Вот, ну, и как это, опять же, часто бывает в любой крупной организации, ну, особенно в тех, где данных много, во каждом подразделении уже какой-то BI-чик есть. Где-то клик, где-то Power BI, где-то еще что-то, может, где-то open source даже есть. Вот, но на уровне руководства есть понимание, что, в общем-то, с этим зоопарком пора завязывать, потому что, опять же, там все приносят какие-то разные цифры в разных форматах, они между собой не бьются. И плюс еще, конечно, есть тут такой нюанс, что банки это часть критической инфраструктуры, и у них есть требование, что они должны переводить значительную долю своих систем поэтапно на импорт независимый стэк. Это, конечно, не только BI касается, но BI тоже. Вот, ну, в общем, задачи такие. Нужно перевести регуляторную отчетность на импорт независимый стэк. Сейчас она у них на, предположим, на Oracle сделана, допустим, неважно. Значит, нужно унифицировать BI-решение, чтобы был единый центр компетенции BI, и чтобы цифры и вообще все билось между собой. И еще есть такая задача, которая, наверное, у предыдущих двух вообще в принципе не стояла, это продвигать датадривинг культуры, чтобы руководители не просто имели доступ к этому дешборду и не открывали его никогда, а что они реально были мотивированы использовать данные при принятии решения. Вот такой вот кейс, коллеги. Ну вот, Сергей, наверное, давай с тебя и начнем, чтобы по очереди. Что скажешь? Вот как в таком банке, как такому банку может помочь open source? Да, конечно, я думаю, что здесь будет критичным это... Ой, перезапусти еще раз и случайно выключи. Да, да, ничего страшного. Критичным, конечно, здесь будет сертификат в стэк, там, реестр, минцифр, импортозамещение, поэтому мои аргументы разобьются, скорее всего, об айсберг вот этой истории, поэтому не думаю, что такой банк реально возьмет open source. Хотя по всем остальным параметрам он вполне мог бы это использовать. Значит, есть, конечно, еще вопрос, да, по безопасности. Значит, по поводу data-driven культуры, этот вопрос абсолютно организационный, он никак не решается ни тем, ни другим ПО. То есть, это вопрос data literacy, чтобы учить людей пользоваться данными, там, и так далее, и так далее. Но зато сильные стороны будут, да, это то, что мы знаем, что банки сейчас подвергаются жесточайшему санкционному давлению, да, и здесь в данном случае ну, полностью все как бы супер. И те банки, которые сейчас выбирают импорт независимые платформы, это как бы считайте на 90% СПО, ну, просто в некой обертке. Да, также есть масса инноваций, то есть, например, все банки, все, что вы слышали там про кредитные конвейеры, про использование ML в банках, ML Ops там и так далее, новомодные слова, Data Mesh и так далее, это все делается на полностью на open source компонентах. Поэтому, что бы здесь как бы никто не говорил, банки уже используют полностью open source ПО. Сидят у них там как-то суперразработчики, они уходят от таких как мы, уходят в банки, потому что банки могут предложить суперклассную зарплату. И, кстати, коллеги, все, кто голосует за СПО и кто готов в этой истории развиваться, это путь к большой зарплате, поэтому можете ставить лайк СПО, потому что вы тогда получите просто гораздо больше денег, потому что вас возьмут в банк. Вся инфраструктура, она развернута на open source. Ну, вот, что еще говорить? Что еще говорить? Все внедрения, которые я слышал, нашего импорта независимого ПО, это все, скажем так, оно проприетарное, это как бы, грубо говоря, потому что open source завернутый в обертку и с техподдержкой. Такая тоже еще, еще та техподдержка. Так что все. Поэтому, если вы слышали, например, о внедрении, допустим, арена даты в банке, то это что, open source или проприетарное? Ну, как бы, ответ все знают. Поэтому вот, я хотел еще про, по чату немножко сказать, тут много чего пишут интересного. Вот пишут, fine bi предлагает также безлимит. Значит, тоже эта тема поднималась, а китайский BI, он там вообще хороший или плохой? Так вот, безлимит fine bi стоит очень больших денег, которые мало кто может заплатить. Хотя в России уже купили несколько безлимитов. Но реально большинству компаний это просто не по силам. То есть по силам только там самым-самым. Кстати, вот про коммерческие кейсы тоже отличный пример. Все государственные, ну, многие государственные структуры развивают. Сейчас суперсет там и open source. Поэтому, да, все, что госушное, оно очень много уходит в open source. Вот. Поэтому все, мои аргументы были все на слайде. Тогда предлагаю переходить к Евгению. Да, Евгений, прошу, сейчас твой выбор. Сергей, насчет насчет комментария, что развиваетесь open source и в банке под это большая зарплата. Здесь ты все-таки не договорил один важный момент, что банки эти технологии используют в первую очередь не для BI, а как раз вот для той части, которая ML, Data Science и прочее. А BI платформы, это в принципе такая практика у банков, они покупают. Я вообще не знаю ни одного банка, который сидит на open source и у них централизованный BI инструмент. да, Что-нибудь типа суперсета. Почему так? Потому что это именно банки. И раз здесь кейс банк, то решение, которое им предоставляется, оно должно соответствовать требованиям банка. А мы все знаем, что такое требование банка. Порой они бывают совершенно невероятные, но это куча регламентных требований, к чему то должно соответствовать. Ну и собственно говоря, да, вендорское ПО, особенно российское, огромное количество уже можно в реестре Минцифры найти, есть огромное же количество BI-систем, которые сертифицированы по ВСТЭК, там и всему, чему только можно придумать. Эти требования выполняются, естественно, банки покупают себе какие-то решения. Это раз. Два. В банке поднять Open Source целиком, Open Source BI целиком на весь банк довольно-таки проблематично, потому что и практика показала, даже используемый проприетарного ПО, это не всегда просто. По сути, банк делится на огромное количество каких-то независимых кластеров, каждый что-то в своем департаменте что-то делает, один риски, другой розничные продажи, третий кредит и так далее. Все делают и пилят что-то свое на какой-то сертифицированной банком системе, что они эту систему могут использовать и постепенно это все собирается в единую общую макро-структуру и в конце концов получаются дешборды для высшего руководства, но на местах также имеется ввиду есть свои серверы, свои дешборды, все остальное, то есть это все распределено. Так вот, если использовать платформу, то в любом случае платформенное решение, оно так или иначе будет унифицировано. Специалисты будут заменяемы из одного департамента и другого департамента, их можно хантить из других банков, они будут переходить в другие банки. Здесь идея и система тоже рынком уже стандартизирована. Это все происходит сейчас, что я говорю. Используя open source, получается, ты становишься более узким специалистом, если ты, конечно, не в ML и Data Science. ML и Data Science всеми банками также применяются одинаково, все сидят там на питоне или на каких-то стандартных библиотеках. Здесь все окей, но это не разговор про BI. Это первое, да? Второе, как раз проприетарное ПО, как вот сегодня уже упоминалось, Data Literacy, грамотность работы с данными, в принципе, это изначально придумано вендорами, но Сергей сказал, что это придумано для того, чтобы еще продавать, а я так не считаю. Это не для того, чтобы еще продать больше продукта, это в том числе для того, чтобы больше продуктов продать, но основная идея в том, что чем больше компетентных специалистов будут уметь работать просто с данными даже на уровне дешбордов, тем больше будут аналитических выводов они производить и тем больше они будут производить запросов к новым данным, к построению новых дешбордов, тем эффективнее складывается их работа. И кто это придумал? Это как раз небезызвестная компания Клик, и потом подтянулись Табло и Майкрософт со всеми этими концепциями Data Literacy. Open Source по-оу, несмотря на то, что заявляют, что у них это есть, они к этому стремятся и так далее, они это используют просто как одна из вичей, в том числе, на рынке сейчас все про это говорят, и вот мы тоже про это будем говорить, но какого-то реального функционала, который позволяет в Cell Service, а Data Literacy и Cell Service самообслуживание это непосредственно связанные между собой понятия, они неотделимы друг от друга, вот Cell Service такой, который может быть в банке, он существует в нормальном каком-то виде, с точки зрения возможности вообще реализации, только в проприетарном ПО на текущий момент времени. И что такое сервис для банка? Это когда кто-то готовит данные, эти данные в каком-то виде, в виде каталога, портала или чего-то еще, передаются пользователям, и сами пользователи строят себе отчеты. Что в итоге получает банк? Огромная структура как банк. Уменьшается количество запросов в ИТ сделать дэшборды. ИТ занимается только подготовкой данных. Промышленными шинами перекачки данных и всем остальным, все, что нужно для предоставления данных пользователям. А сами же пользователи уже работают у себя на местах, собирают, анализируют, делают все достаточно быстро. Главное, чтобы им данные были предоставлены. В случае с Open Source ПО скорости такой не будет. Скорость будет традиционной, как в старых классических стеках, что-то в стиле собрать там данные, получить All-Up куб, там куб куда-то передать и так далее. Будет очередность запросов возникать. Отделов много, все генерируют запросы. Потом все есть начальники. Начальник говорит, нужно завтра. А это в банке много начальников. Все они говорят, нам нужно что-то завтра. Выстраивается очередь отчетов и так далее, и так далее, и так далее. Вот на Open Source в нормальном виде, на текущий момент времени, нельзя реализовать селф-сервис. То есть в том виде, в котором он уже реализован или реализуется проприетарным ПО. И если брать во внимание весь спектр требований, которые предъявляет банк к системе, это вот формальные требования, сертификации в стек, реестр Минцифры, российский производитель ПО, бла-бла-бла-бла-бла. И в том числе функциональные требования и стратегические требования, как это ПО должно быть внедрено, как ты сказал, организационный момент селф-сервис. Да, он организационный, но и само ПО должно обладать нужным функционалом, и самое главное инструментарием, чтобы селф-сервис можно было внедрить. Вот здесь с Open Source все не так уж радужно. И существенного какого-то прироста, либо критического бизнес-эффекта здесь не получится. Только проприетарное ПО это может нам дать. Почему? Потому что они, производители, то бишь вендоры, знают это, они друг на друга смотрят и привносят этот функционал. И за счет того, что этот функционал в проприетарном ПО реализован, они берут себе копеечку. И на долгую для банка выгодно будет использовать проприетарное ПО. И кроме того, есть еще дополнительные аргументы, такие как вендор, он существует, если что есть, и понятно, с кого спрашивать. Это гарантия, в том числе и на производственные браки, поддержка, да. А для банка это все атрибуты, которые крайне важны. И даже если какой-то мелочи может не хватать, он уже не будет рассматривать это. Он будет следующий вендор рассматривать. Но они построение целиком с нуля системы на Open Source для себя. Хотя некоторые банки в это тоже пошли, но что они делают? Используя Open Source технологии, они создают проприетарные BI-системы. Есть такие примеры. Сбер недавно что-то выкатил, кто-то еще там собирается открыть это, выкатит. То есть такое есть, да. Но они это делают в первую очередь для того, чтобы, опять же, продавать эти решения. И в этих решениях заложена некая уже банковская компетенция. И в том числе всяческие вещи типа Data as a Service. Дополнительные аргументы против Open Source. Опять же, широкий штат специалистов. Стандартный стэк, если мы говорим про Open Source, это Python, JavaScript, Java традиционные. И все SQL, и все, что можно придумать. Платная поддержка. Без платной поддержки. Опять же, скорость работы или скорость обработки инцидентов по SLA или не SLA, неважно. Она крайне сильно замедляется. Ну и, естественно, тяжелейшая архитектура. Здесь появляются такие роли, как банковские архитекторы. Они должны Open Source системы связывать каким-то образом с общей структурой банков. Этих архитекторов становится много. Есть Senior Architector, Middle Architector и прочее, прочее, прочее. Все это должно собираться в некую структуру. Плюс SB должно анализировать, насколько это решение безопасно. Плюс дополнительно, кибер-СБ должно все Open Source продукты, которые используются, анализировать и полностью делать код-ревью вообще каждой библиотеки. Потому что еще тенденция такова, что теперь в Open Source появляются закладки. И в том числе появляются такие вещи, как, допустим, лицензия на Open Source ПО. Она четко говорит, что да, могут использовать все, к примеру, кроме российских компаний. И это тоже нужно отслеживать, потому что в какой-то момент может прилететь к самому банку, что вы используете такую-то там библиотеку на Django, а ее вам нельзя использовать. Или в этой библиотеке будет зашит руткид или еще что-то. То есть здесь дополнительные трудозатраты на анализ. И причем анализировать нужно целиком весь код. Делать этот код-ревью, каждые компоненты, кто-то должен будет отдельно девопсы и аналогичные ребята управлять зависимостями. Каждое обновление какой-либо компоненты нельзя будет просто так накатить. И все это постепенно, вот по чуть-чуть, по зернышку выстраивается в огромную, очень-очень сложную, тяжелую систему. Поэтому банку это, в принципе, будет невыгодно. Ему проще прийти и сказать, нам нужно решение, у которого требования А, Б, Ц, Д, Е до последней буквы алфавита. Вот то, которое соответствует, мы его и берем. И оно решит нашу задачу. Мои аргументы такие. Евгений, спасибо. Давайте посмотрим, что у нас там в голосовании появилось. И чуть-чуть обсудим, чтобы у нас еще осталось время. Так, сейчас выложу. Так, я вот уже результаты вижу. Я, кстати, думал, они будут немножко другие. Ну да, чтобы время не терять, давай я, ну, результаты показывай, а я тут пару моментов скажу. Значит, да, я что-то действительно подумал. Я сказал, что... То есть, да, я подтверждаю, что все банки используют пропоритарное, хорошее ПО, да, зарубежное. Потому что там действительно есть технологии. То есть, этого никто не отрицает и действительно банки используют. Но банк себе может позволить все. И поэтому, конечно, банк использует, скорее всего, весь стэк там, разнообразный совершенно. И, конечно, никто не говорит, что крупная компания когда-либо в жизни, любая там, неважно даже банк или не банк, что она вообще выберет одно биорешение. Во-первых, на временной шкале это будут разные решения. То есть, они попокупают и попробуют все за период там длительный, да, 10, 15, 20 лет. А во-вторых, одновременно они могут использовать там 2, 3, 4, 5, 6 инструментов и так далее. То есть, банк вообще себе это может позволить. Вот. По поводу, значит, то, что там уже много чего сделано. Ну, с одной стороны, согласен, что действительно сделано. А с другой стороны, ну, во-первых, даже для пропоритарного ПО существует отдельный рынок допиливания виджетов, например. И я лично тоже из такой же практики, как у Евгения, знаю, что есть клиенты, которые очень серьезно относятся к, там, знаете, вот эта пунктирная линия должна вот тут быть такой и по-другому никак. И они требуют дописывать виджеты. И мы дописываем. И на чем мы их дописываем? Что мы там в клике дописываем их на чем-то другом, а не на Java? Ну, Евгений, кто проходил у нас курс там? Короче, ты знаешь, какой. Ты его читаешь, по-моему, даже. Вот. Поэтому там все пишется на той же Java. Все графики дописываются. Например, если говорить про российское ПО или даже про китайское, тоже там нехватка хороших, как бы, классных виджетов. И эти виджеты будут дописаны. Они будут дописаны банковскими сотрудниками, они будут дописаны, там, нами, теми, кто будет смелый, чтобы сделать такую, например, компанию, как Визлип. Или я видел таких пять компаний в Америке, которые делают то же самое. То есть, рынок для них есть. Поэтому там и Python будет, и Java будет, и SQL, он уже есть всегда. Вот. Ну, и, наконец, у меня еще интересный момент по поводу того, что российские производители подняли цены тоже. То есть, на самом деле, вот если говорить про ETL, да, действительно, есть классный продукт. Там даже представители, вот у нас есть в чате. Но и цены-то такие серьезные. То есть, понятно, что люди старались, делали, мы, как бы, только это поддерживаем. Но цены серьезные. И поэтому многие выбирают, там, какое-то дешевое бесплатное ПО. Ну, как бы, вот. Я, конечно, поддерживаю тему, что люди должны платить. И вот. Но в данном конкретном вебинаре я вынужден принять другую сторону. Вот. Поэтому пока мои вот такие мысли. Сергей, спасибо. Сергей, спасибо. Я правильно все сказал, но все-таки один тоже комментарий. Если банк может себе позволить все, представь себе, ты можешь себе позволить все. И просто абстрактная аналогия, не знаю, на примере с машиной. Если ты можешь позволить все, ты можешь себе заказать машину, найти инженера, кто тебе сделает твой суперкар. А можешь пойти и купить Bugatti или Ferrari. Вопрос. По какому пути пойдешь? Будешь ждать год, пока тебе разработают эту машину? Или все-таки пойдешь и купишь себе Ferrari? Единственное согласие, что пока что из российских вендоров Ferrari, Porsche и Bugatti у нас нет. У нас несколько других. Ну, да, видишь, проблема в том, что там вот эти санкционные риски, они тоже серьезные. То есть люди стали думать, да, надо ли нам оплачивать эти лицензии, потому что, ну, грубо говоря, мы оплатим, а завтра всех отключат. Ну и там бегать со всеми судиться, это тяжело. То есть, не, я вот про Bugatti полностью согласен. Я вообще куплю какую-нибудь простую машину. У меня он Honda CR-V, я как бы, мне не надо большую там, ну, какую-то. Вот, поэтому про Bugatti согласен, но вопрос цены, что это все-таки санкционное давление. Ну, ты тоже согласен, но как ни крути, банк, ну, большинство банков, в принципе, все равно выбирает, ну, законченный готовый продукт у конкретного производителя. В продукте, конечно, есть плюсы. Тут даже невозможно поспорить. Вот, в продукте есть плюсы. Ну, и в собственной разработке тоже вендор лог, как бы, нам не нужен, зачем нам общаться там с… Ты говоришь там, например, про техподдержку, ну, и мы с тобой прекрасно оба общались с этой техподдержкой. Не всегда она работает хорошо. Вообще не всегда. Ну, это лучше, чем ничего. Тоже следует учитывать. Да, наверное, да. Ну что, коллеги, спасибо. Значит, мы дообсудили кейс номер три, в котором очень неуверенно побеждает проприетарное ПО. Ну, то есть, прям, совсем неуверенно. Ну, по сути, ты в ноги не бежишь, туда-сюда. Хотя, что интересно, голосов-то, в принципе, здесь больше всего. То есть, прям, больше всего людей проголосовало, у нас 150 человек. Может быть, я позволю себе там свои интерпретации высказать, что, может быть, это как раз про то, про что, на самом деле, вот и оба эксперта сказали в чате, тут уже написали, что, на самом деле, в такой крупной организации, как ТОП-20, банк из ТОП-20, будет в любом случае несколько BI-систем. И, скорее всего, регуляторка будет на одном, селф-сервис будет на другом, отчетность для клиентов на третьем, что-то из этого, может быть, будет на опенсорсе, что-то нет. Вот, поэтому, действительно, это, конечно, такой очень риторический вопрос, потому что все сильно очень зависит от конкретики. Что там, какой ландшафт, какие люди, какие задачи там и так далее. Вот, на самом деле, мы, получается, не успеваем сделать блиц-опрос, потому что у нас осталось 5 минут, а мы еще хотим, чтобы Сергей свою табличку показал. Сергей, ты как готов ее? Давай, прям, я, до нее прям 30, дай мне, пожалуйста, 30 маркетинговых секунд. Организаторов мероприятия я хочу тех, кто нас сегодня слушал и продолжает слушать. Во-первых, поблагодарить, конечно, за то, что своим вечером в нерабочее время к нам присоединились. Хочу, во-первых, пригласить на наш следующий вебинар, который мы будем проводить в июле, на тему искусственный интеллект в BI. И там мы на это посмотрим с двух сторон. С одной стороны расскажем, что там у больших вендоров появилось, вот у Power BI, например, там много крупных штук. И расскажем еще и про то, что мы визиологи в этом направлении делаем, по Bitolk, GPT и так далее. Ну и совсем, чтобы завершить и передать микрофон Сергею, в общем, позволю себе снять маску модератора. Прямо на секундочку еще раз напомнить, что вот у нас визиологи есть много хороших штук, которых уж точно нет ни в каком open source и не появится в ближайшее время. То есть это поддержка Microsoft DAX, огромное количество внедрений крупных, реально большое и активное русскоязычное сообщество аналитиков и умный помощник Bitolk, GPT. Все, маркетинговую роль я выполнил и возвращаю микрофон Сергею. Тем более, что табличка у него интересная, хотя я не во всем в ней, может быть, согласен, слово с ним бы подискутировал, но оно точно очень полезно, как мнение эксперта на рынке и какой-то повод для обсуждения. Да, прежде чем показать эту интереснейшую информацию, которая прошла несколько цензурных кругов, скажу, что на самом деле, во-первых, спасибо за анонс следующего вебинара, потому что я как раз последние два месяца изучаю AI, уже, собственно, поработал с нейросетью, ну, не в смысле там, подписал промты, а в смысле уже ее попрограммировал. И тоже вот сейчас работаю в сторону того, а зачем же нейросеть вообще нужна применить на канале заданных и к BI. Значит, ну, мы знаем, как минимум, там, два сценария. Один сценарий – это сделать как бы, то есть, какой-то график построили, типа, объясни, что произошло. Типа, считается, что это не очень интересно, я поддерживаю, что мне не очень это нравится. Вторая история – это сделать с помощью такого нейросети, да, генеративной, там, AI, как это называется, писать исколь запросы, то есть, ты говоришь, что тебе надо, она сама там это все шарит и пишет исколь запрос, ну, это, грубо говоря, у вас Виталик, GPT, собственно, то есть, ты ему говоришь, что нужно, он тебе показывает. Вот это там аналог нейросети. Вот такие кейсы, они на поверхности, я уже думаю над следующими, поэтому, Иван, с тобой готов сотрудничать. И оказалось это не так сложно, как казалось, то есть, я думал, что будет, я думал, там вообще магия, вот. Оказалось, магия только у Дэвида Копперфильда, а, как бы, вот тут не магия, тут все, даже обычный человек может понять. Второй момент, то есть, первый, я сказал про AI, мне очень интересно тоже будет поучаствовать, я там свой контент пришлю, если заинтересует, поработаем. Вторая тема – это все-таки вернемся к опенсорсу, к опенсорсу. Значит, здесь история все-таки кармы работает. И вот вчера я столкнулся как бы с фанатиком, классный очень парень из Вилли, я надеюсь, что там его тоже пригласим как эксперта, дата-инженер. И я могу сказать, что мы уже дошли до такого уровня. Ну, во-первых, он считает, что IT-рынок вообще умер в России, что мы отстали. Я, кстати, с ним в этом был не согласен, я сказал, что русский программист, во-первых, пишет все заграничное, а во-вторых, мы самые крутые. Но у него правильный подход, что мы должны давать что-то этому миру. И не всегда мы должны за это брать деньги, хотя это хорошо. Но в первую очередь я вот, например, думаю, как бы что-нибудь дать этому миру. Соответственно, опенсорс – это как раз именно об этом. То есть ты участник комьюнити, ты делаешь какую-то пользу для своей компании, то есть, например, решаешь какую-то бизнес-задачу. И параллельно ты это все дело туда коммитишь, ну, как бы в GitHub. Соответственно, получает пользу твоя компания, получает пользу весь мир, да, весь мир ее получает. А ты растешь профессионально. То есть, например, если тебя берут на работу, ты показываешь свой там репозиторий, и если там много всего, то все, тебя там просто берут на любые деньги. То есть это классно и для человека, и, в принципе, для компании, и для мира. Поэтому я за то, чтобы давать миру больше, поэтому я за опенсорс. Все, перехожу к табличке. Значит, эта табличка – это, по сути, совокупная стоимость владения. Как я сказал, прошла некую цензуру. Что мы здесь видим? В первой части это расчет стоимости внедрения проекта. Значит, ну, я считаю, что в опенсорсе это будет, конечно, дороже раза в два, чем в пропиетарном ПО. Ну, в данном случае здесь рассмотрим Кликсенс. Но, в принципе, мы можем, ну, как бы, про русский BI пока не обсуждаем, да, тут что-то такое другое еще будет. Но пока вот давайте вот эти два варианта рассмотрим. То есть я могу сказать, что проект мы можем сделать там действительно на пропиетарном ПО в два раза быстрее. То есть на что здесь будет влиять? Это то, что, значит, здесь мы будем разрабатывать полное ДВХ. Оно будет состоять из кучи разных компонентов. Все они должны быть согласованы. Мы будем много времени терять. Значит, плюс мы с Иваном подискутировали, что такое ДВХ, да, вот, например, в Клике и не в Клике. Ну, тоже пришли к моментам, что действительно там аргументы, правильно, аргументы, ну, примерно такие, что там приходится заниматься там мониторингом, администрированием, оптимизацией. Надо будет делать много лишних табличек для того, чтобы достичь там такого же эффекта, как, ну, в каких-то таких технологиях. Поэтому, короче, будет дороже. Все. Все. Дальше. Значит, важный момент – цена вопроса. Значит, например, в том же Клике придется платить. Причем все вендоры перешли на модель подписки, поэтому платить придется ежегодно. В данном случае расценка на 500 пользователей. Вот эта цена, которую вы видите перед глазами, она абсолютно реальная. Да, она без скидок, то есть это ритейл прайс, но, грубо говоря, там, ну, да, со скидками она будет дешевле, но ненамного. То есть, но люди будут платить вот столько. То есть эта цифра очень большая. И следующий слайд, он, собственно, тут еще вдогонку идет, сколько нам нужно специалистов. Кстати, такой вопрос был в чате. Так вот, для того, чтобы поддерживать, например, Кликсенс, фактически нужен один специалист. То есть он как бы и жнец, и на дуде, и грец, он умеет работать и с ETL, и он может настраивать любую визуализацию. Значит, в случае с open-source.po, конечно, это будет дороже гораздо. То есть это будет там SQL, и даты, и витрины надо будет делать внутри DWH, и нужно будет там все виджеты делать и так далее. Про требования, да, сейчас покажу еще. Он информационный на самом деле. Вот. И совокупная стоимость владения. Вот смотрите, как прекрасно тут все накапливается. То есть в первый год разница не очень большая, да, за счет того, что в одном месте вы там платите, но делаете быстрее. А в другом месте вы много платите, но зато ничего не платите за лицензии. Платите за разработку, но не платите за лицензии. И дальше, начиная со второго года, все начинает цена лицензии прямо очень серьезно перевешивать. Потому что да, вам ежегодно придется платить поддержку. Это вот эти 4 миллиона за нескольких разработчиков. Противовес там пропиетарному. Но с каждым годом цена лицензии все будет накладываться, 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 и все будет дороже, дороже и дороже. Конечно, есть разные модели лицензирования. В данном случае это подписки. В принципе, люди правильно делают, что стригут деньги. Например, там, бессрочные лицензии, как это сейчас российское ПО, например, продается. Это, конечно, история гораздо выгоднее. Но, тем не менее, я не то что надеюсь, но все придут к подписочной модели рано или поздно. Поэтому держитесь. Вот, соответственно, на горизонте 5 лет совокупная стоимость владения. Вот она внизу все указано. Соответственно, цена на пользователя гораздо выше у пропиетарного ПО. Все, цены на лицензии абсолютно реальные, взяты из реальной жизни. По поводу требований, ну, здесь я просто хотел обозначить, что, например, это тяжелый стэк. То есть, если вы хотите внедрить BI open source в компании, то это, конечно, не один человек. И вот здесь мы видим, что разработчик должен уметь и в BI что-то делать, и SQL-запросы писать, и на питоне программировать, и еще и с базами данных работать. То есть, это прям супердорогой человек. Ну, конечно, это надо разбивать на несколько ролей. Вот, а эти ссылки – это просто вот, ну, примеры, что есть там открытая документация с курсами. Там, пожалуйста, там, заходите, смотрите все там учебные курсы, все бесплатно и так далее. Наверное, я все сказал. Большое всем спасибо. Я очень рад поучаствовать. Иван, спасибо за приглашение. Евгений, спасибо за конструктивный диалог. Надеюсь, вас всех увидеть всегда и в жизни, и в вебинарах. Большое спасибо. Да, Сергей, спасибо. Евгений скажет, что же в чем-то завершение. Ну, я бы, единственное, по табличке пару комментариев дал бы, что циферки несколько будут отличаться, но, действительно, за счет того, что нужно платить лицензии того же клика, цифра ежегодно все равно будет большая. Но по фото все-таки опенсорсный чуть дороже будет, чем указано было, там, условно, 4,2 миллиона в год. Фот в реальности он будет на 500 пользователей, да, речь идет про 500 пользователей. Именно фот часть по опенсорсной, но не меньше 12, потому что там вот все, что Сергей перечислил, примерно в три раза нужно увеличить количество человек, кто это все будет делать, да, то есть 4,2, умножим на 3, вот там 12 получилось. То есть он в долгую будет дешевле за счет того, что они не платят за лицензию, но разница будет, ну, такая, не суперсущественная, не на такие порядки, как указано было, не на десятки миллионов. Ну, а так, в целом, вещь первая, да. Ну, я, кстати, вот тоже не удержусь от комментариев, но на самом деле я вот тоже смотрю на эту табличку, действительно можно как бы спорить на тему там. В каких-то цифрах, да. Ну, эти разработчики, там, разработчик, например, 150, а в реальности-то это 150 на руки, а для компании это 230 уже. Ну, да, несуть, мне кажется, что тут самое, да, извини, Евгений, прервал, мне кажется, что самая-то основная вообще тема, она про другое. Вот мы когда на вот этих курсах по Data-Driven прописываем такие стратегии, вот именно Data-Driven управления, там, в принципе, расходы на BI, это как бы, ну, мизерная часть расходов проекта. И там гораздо важнее, в принципе, насколько быстро ты этот проект запустишь, чтобы у тебя система ни в коем случае не затормозила, насколько быстро ты найдешь людей под нее, насколько правильные у тебя там будут цифры быстро, там, и так далее. Как раз если вот ты на это смотришь, то, как бы, ты, в принципе, начинаешь это по-другому воспринимать. Но я, как бы, наверное, подведу такой итог, что, в принципе, тут правильного ответа лучше open-source или проприетарный его вот так вот в отрыве просто так быть не может. То есть это надо смотреть по совокупности факторов. Я надеюсь, что вот мы сегодня с уважаемыми экспертами, ну, хотя бы там значительную часть этих факторов подсветили и показали, как они могут на ваш выбор влиять. И надеюсь, что это вам будет полезно и поможет. Вот. Ну, а вам еще раз спасибо за то, что прямо в таком огромном количестве и так живо все обсуждали. Прямо видно, что сообщество BI у нас есть в России, заинтересованные люди есть, развитие есть. Так что очень круто. В общем, всем спасибо, вы крутые, эксперты крутые. Всем спасибо и пока. Всем хорошего вечера. Еще раз всем спасибо. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok